Я бы хотел рассказать о том, что в нашей духовной семинарии существует несколько отделений, в том числе регенское отделение. Раньше мы ее называли регенской школой. И вот на регенском отделении появились несколько новых направлений для обучения. Это направление обучения псаломщиков и певчих. Сегодня достаточно большая проблема не только в образовании новых регентов, но в первую очередь даже это образование псаломщиков. Потому что регент, ну такое, знаете, красивое, большое название, когда должен быть красивый профессиональный хор, с образованием музыкальным все. Но особенно в будние службы, тем более в сельских приходах, проводят даже регента, проводят псаломщики. Это те люди, которые тоже музыкально должны быть образованы. Конечно, великолепно должны знать устав богослужебный, который, собственно говоря, с небольшим количеством то ли образованных, то ли непрофессиональных певчих, порой даже женщин, старушек, по-разному везде образовываются такие хорики, проводят богослужения, проводят совершение таинств, помогают батюшке, проводят помощи в совершении треб, ну таких как отпевание, молебны и многое другое. И вот, конечно, образование псаломщиков чрезвычайно важно на сегодняшнем этапе. Кто-то все-таки желает получить более профессиональное образование, изучая и нотную грамотную, и сольфеджио, и фортепиано, и другие предметы, необходимые для дирижирования, конечно, для регента. А кто-то, может, скажем, достаточно будет для него образования псаломщика. Для нас, для приходов это очень важно. Следующее – это просто образование для будущих певчих. Действительно, певчие тоже должны знать, во-первых, нотную грамоту, во-вторых, они должны также знать прекрасно устав. И они, во-первых, бывает, остаются за псаломщика трудиться, поэтому должны знать устав хорошо. Во-вторых, они могут быть помощниками псаломщика, и при необходимости сами проводить богослужения. Поэтому, конечно, это тоже сегодня при постоянном открытии храмов и большой заботе в образовании священнослужителей, вот эти люди, помощники батюшек, сегодня чрезвычайно нужны и важны. Есть батюшки музыкально образованные, есть батюшки, которые сами когда-то, может быть, на клиросе пели, читали, устав знают великолепно, и как бы певческое дело. Но есть и такие приходы, где все очень сложно. Вообще, скажем, нет даже музыкальной какой-то школы, вот, нет преподавателей музыки, то есть нет людей музыкально образованных, кого можно было бы в храм привлечь для исполнения песнопения, чтения, для совершения богослужений. Вот здесь, конечно, не обойтись без образованных в наших учебных заведениях псаломщиков и певчих. Поэтому приглашаем и от души на данные направления обучающихся, но и в то же время хочу пожелать еще и еще раз нашей духовной школе о милости Божией и успехов в трудах по образованию по разному направлению. Человек, впервые попавший на богослужение, не всегда понимает смысл церковных песнопений, но робко начинает доверять звучащим мелодиям. Музыка церкви очень сильно влияет на душу человека. Эти затрагивающие сердце мелодии рождаются благодаря регенту, человеку, который управляет церковным хором. В Ставропольской и Невиномысской епархии есть учебное заведение, где обучают искусству регентовать. Регинская школа существует вместе с нашей Ставропольской духовной семинарией с 1989 года. Именно в это время наша Ставропольская семинария возобновила свою деятельность. И с тех пор регинская школа постепенно формировала традиции, которые позволяют на сегодняшний день воспитывать достойных служителей нашей Церкви. Все направления подготовки очень уникальны. За много лет сформировалась программа обучения, которая позволяет выпускать в Регинской школе достойных чат Русской Православной Церкви. Каких-то специальных навыков эти программы на стадии поступления от абитуриентов не требуют. Главное желание, главное готовность получаемые здесь знания и навыки применить в жизни Церкви нашей. Вот это, пожалуй, самое главное. Вот, конечно, для абитуриента, поступающего на программу певчего, требуются начальные музыкальные знания, потому что его основная сфера деятельности будет связана с музыкальными звуками, да, церковными музыкальными звуками. Для того, чтобы их освоить, необходимы начальные музыкальные знания. Ставропольская Регинская школа объединяет очень разных людей. В нее поступают студенты со всего Ставропольского края. Ее выпускников можно встретить в разных храмах Ставрополя. Поступающие в учебное заведение наряду с результатами ЕГЭ проходят устный экзамен по богословским дисциплинам, церковное пение, чтение, а также письменный экзамен в форме сочинения «Экспромт». Подобного рода знания, подобного рода обучения должен пройти каждый православный христианин. Знать, что такое православное богослужение, из чего оно состоит, уметь читать на церковно-славянском языке, понимать о том, что ты читаешь на церковно-славянском языке, это, по большому счету, обязанность каждого православного, каждого исповедующего веру в Христа. Потому что богослужение православной церкви совершается на церковно-славянском языке. А богослужение — это высшая форма служения Господу. Богослужение — это высшее, я имею в виду храмовое богослужение, высшая форма и покаяния, и участия в общинной жизни. И это богослужение совершается на церковно-славянском языке. Это не китайская грамота, это понятный, ясный язык, родной для нас, но язык, требующий усвоения и понимания.